Здравствуйте! Меня зовут Ульяна, мне 6 лет. Я хожу в садик, у меня есть младший брат, мама и папа. У меня хорошая и веселая жизнь, и много игрушек. Больше всего мне нравится котенок и моя кукла. Но бывает так, что они мне надоедают. Так бы сказать, что с ними уже неинтересно. Как бы сделать так, чтобы каждый день у меня появлялось много-премного игрушек. Чтобы мама и папа зарабатывали миллионы тысячи денежек. И каждый день дарили мне все, что я захочу. Когда я обещаю, я не буду плакать и выпрашивать. У меня не будет, ну как это, ну так мама говорит, не будет этих, а вспомнила истерия. Думаю, многие родители знают и более того, на себе испытали, что это такое, когда их чадо приходит в состояние крайнего нервного возбуждения. Какое уж тут самообладание, когда посреди улицы или магазина раздаются истошные крик и плач, когда все это сопровождается катанием по полу, размахиванием руками и ногами. В таком состоянии ребенок не может адекватно воспринимать обычные формы общения. И поэтому бесполезно пытаться что-то ему доказать или объяснить. Тема нашей программы сегодня – детские истерики. Лера с дочкой едут в магазин игрушек. Девушка знает, покупка подарка для родственницы в присутствии Ульяны – дело сложное. Но есть отличный способ, чтобы процесс прошел менее болезненно – купить что-нибудь и для дочки. Я хочу пластилин. Пошли искать пластилин. Нет, нет, Уля, это большое. Давай поменьше чего-нибудь. Давай раскраску. Уля. Нет. Почему? Не хочу. Ульяна. Хочу. Карандаши какие-нибудь? Не хочу. Уля. Хочу коробочку пластилина. Давай поменьше. Ты видишь, смотри, сколько стоит. Мы тебе каждый день игрушки и так покупаем. Уля. Уля. Ну, чего? Уля, пошли маленькие. Купи. Купи, купи, купи. Уля. Давай что-нибудь другое. Ульяна. Купи, купи, купи. Уля, давай маленькое что-нибудь другое пойдем искать. Ну, чего ты опять? Уля, ты меня слышишь? Пластелина хочу. Мужчина хочу. Уля. Пластелина хочу. Улья, пошли! Уля, куда пошли? Ну, оставайся, тогда в магазине сиди, я пошла, пока! Уля, с ней вообще никак не договориться вообще, ни в каком случае, нас так вот постоянно убьем за руку и просто уходим из магазина, потому что в ад еще и на пол упадет, еще начинает ногами убить. А как делать так, чтобы у детей не случалось истерик? Все, что мы снимали в магазине игрушек, мы показали психологу. У нас уж вроде игрушек-то всяких разных, вроде стараемся не отказывать, чтобы не были хуже других-то детей. Зря. В садике вроде приходят, у меня такое сякое есть. В принципе, у нас эти baby burn не одни, все что угодно. Захотела планшет, купили планшет, захотели что-то купили другое. Она у тебя завтра поросит компьютер, послезавтра машину. Компьютер есть, ноутбук есть, планшет есть. Она у тебя поросит машину какую-нибудь там. Матисс. Что ты будешь делать с этим? Не знаю, если честно. Давит на чувство вины. Чувство вины. Да? Ты знакома? Угу. Становится сразу ее жалко. Угу. Я плохая мама, я нехорошая. Я не покупаю ей ничего. Угу. Ты делаешь правильно. Но когда в магазине это слишком много. То есть должен быть баланс, должны быть границы. Угу. Угу. Сейчас ее для чего вот здесь вот уговариваешь? Ну, чтобы идти из магазина без истерик. Угу. Боишься истерики? Угу. Угу. Я не люблю, когда она ревит. Она начинает еще драться. Угу. И ты в это время что делаешь? Просто отхожу. Угу. Вообще уходишь? Бывает из магазина просто ухоженная. Бывает, следом везут ее ревит. Угу. Угу. И тогда у нее будет выбор. Либо она уходит из магазина, либо у ребенка должен быть выбор. Она тебя вынуждает. Она сейчас тебя изведет. У нас такое бывает, что уже все просто психонешь, купишь и пошли. И она довольна. Вот, вот, вот. Это она вас взяла уже на удочку и будет вести сейчас, если что-то не сделаете по-другому, будет вести все оставшуюся жизнь. Она тебя же испытывает. Она тебя берет на слабо. А ты тут так же и сдалась. То есть последовательности нет. Но если мы уходим из магазина, значит, мы уходим из магазина. Она бежит, закатывает истерику. Что страшного? Что страшного, если она закатит истерику там у тебя? Что из этого страшного? Некоторые люди останавливаются и говорят, какая плохая мама. Вот именно без этого. Для людям сказать, я хорошая мама, я разберусь со своим ребенком сама. У меня воспитательные методы. Важно быть и твердым, и мягким одновременно. Вот этот баланс соблюдать. Это сложно. Но я сказала, нет, значит, нет. Ребенок к этому привыкнет постепенно. Через два, три, пять, десять раз. Но если ты все время будешь ей делать уступки и будешь непоследовательной, она тебе будет всю жизнь. Потом 60 лет, тебе будет 80. А как же надо моей доченьке? Она уже взрослая. Нам нужно адаптировать их во взрослой жизни. Ведь во взрослой жизни никто не будет с ней вот таким образом. Ну, это понятно. Представляешь, она придет на работу и скажет, ну, знаете, Ульяна, как папу зовут? Михаиловна. Ульяна Михаиловна. Ну, нравится такой сотрудник? До свидания. Я вынесла урок, как нужно действовать, когда ребенок закатывает истерики. Все-таки я теперь поняла, как нужно себя вести. И думаю, что буду делать так. Все-таки буду проявлять твердость, которой мне так не хватает. Конечно, нужно любить своих детей, но во всем нужна мера. То есть ты признала, что у тебя было какое-то ошибочное поведение по отношению к ней? Ну да, что я начинаю ее очень слишком долго уговаривать. Иду на поводу у нее. Но она своего в конце и добивается. В принципе, мне становится ее жалко. Но потом правильно сказал психолог, что что будет, когда она вырастет детям? Ну, она меня попросит машину, которую я не смогу, к сожалению, может быть, купить. Ни в коем случае не стоять, не уговаривать и не порхать над ним. И не слушать то, что вам говорят другие люди. Особенно пресекайте, когда вам говорят вашему ребенку, я сейчас вызову милицию. Нет, милицию мы не вызовем, нам не нужна милиция. Мы сами успокоимся. Собираешься и идешь. Ты можешь полежать, можешь покричать, если хочешь. Я тебя жду у выхода. То есть все должно быть четко, твердо. Если вашей семье нужна помощь психолога, мы ждем ваших историй. Пишите нам на странице ВКонтакте. Пишите нам на странице ВКонтакте. Пишите нам на странице ВКонтакте. Субтитры подогнал «Симон»